Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала! Вас приветствует Алена Ариес, я таролог и психолог. В первую очередь, от всей души благодарю всех вас за прекрасные и позитивные комментарии, которые вы оставляете под моими видео, за многочисленные лайки, за то, что подписываетесь на мой канал и смотрите мои предсказания. И сегодня для вас очень интересное предсказание. И самое главное, что очень точное, это ответ «да» или «нет». Поэтому сейчас, вначале, вам нужно задать свой вопрос. Любой вопрос, который вас интересует. Независимо от того, в какой сфере. Сформулируйте вопрос так, чтобы на него можно было ответить «да» или «нет». В данном предсказании будет девять позиций. Поэтому задавайте сейчас свои вопросы. Я их все слышу, чувствую. Задавайте их сейчас и получите очень точный ответ. И я вам дам, девочки, не только ответ. Я вам дам подсказку, что сделать, куда направить свои силы для того, чтобы вы получили то, чего хотите. Итак, девять позиций. Карты у меня большие, поэтому посмотрим, как у нас. Девять позиций уместится. Итак, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот. Ну, практически видно карту. Так. Восемь и девять. Итак, девочки, сосредоточьтесь сейчас на себе любимых и выберите ту позицию, которая вам нравится в ответ на ваш вопрос или которая у вас отзывается, которая вас потянет. Если не успели выбрать, поставьте видео на паузу. А я начинаю точное предсказание. Итак, для всех, кто выбрал первую позицию. Это восьмерочка мечей, которая в первую очередь обозначает, что, скорее всего, по вашему вопросу это нет. Нет, почему? Ну, скорее всего, либо вам это не нужно, либо есть какие-то препятствия, ограничения. Ну, смотрите, в принципе, мы же всегда вправе изменить свою жизнь. Поэтому все ограничения и препятствия только внутри вас. То есть, если вы позволите себе получить или иметь то, о чем вы спрашиваете, то, в принципе, все возможно. Поэтому все зависит в данном случае лишь от вас. И хотя это ответ нет, то любое нет всегда можно каким-то образом изменить. Хотите узнать точнее, как изменить? Обращайтесь на личную консультацию. Ссылочка есть внизу в описании и в моем первом комментарии. Ну, а здесь, может быть, вы уже поняли или догадались, какие ограничения внутри вас мешают вам получить то, или иметь то, о чем вы спрашиваете. Дальше. Вторая позиция, девочки, это семерочка кубков. Семерочка кубков говорит о том, что, в принципе, да, у вас вполне возможно, но есть в вашем вопросе некоторые иллюзии. Да, то есть не все из того, что вы, не все из того, о чем вы спрашиваете, вообще возможно. Переоцените сейчас, подумайте, возможно ли действительно получить то, о чем вы вообще спрашиваете. Проанализируйте само построение вопроса, как вы его задали, потому что карта говорит о том, что либо не тем способом, либо не так, как вы себе это представляете, может быть, как-то по-другому. То есть ответ «да», да, здесь «да», конечно, с определенными условиями. Говорит о том, что либо вы получите не конкретно то, о чем загадывали, либо другим способом, либо как-то по-другому. Потому что здесь, да, есть иллюзии некоторые и страхи или неверие в то, что это вообще возможно. Третья позиция, девочки. Это десятка кубков. Десятка кубков говорит о том, что «да», ответ на ваш вопрос «да», вы все получите целиком и полностью, все то, о чем вы спрашивали. Четвертая позиция. Это девяточка жезлов. Девятка жезлов говорит, что в принципе вы можете получить то, о чем спрашиваете, но вам нужно подумать, подумать и выбрать либо способ достижения, или способ получения. То есть здесь однозначно для того, чтобы получить желаемое, нужны ваши действия, нужна борьба, нужно преодоление чего-то, преодоление себя, преодоление каких-то препятствий. Но по девятке жезлов это не идти на пролом, а именно продумать стратегию, как получить то, о чем вы спрашиваете. Дальше. Это у нас пятый вариант. И это рыцарь кубков. Рыцарь кубков в данном случае говорит о том, что да, да, однозначно вы получите то, о чем спрашиваете. И это придет через какое-то предложение от мужчины. Мужчина в данном случае светлый шатен с голубыми или зелеными глазами. Мужчина младше 35 лет. И благодаря или через этого мужчину вы получите желаемое. Это будет либо какое-то предложение, либо этот мужчина как-то вам поможет получить то, что вы хотите. Поэтому здесь однозначно, девочки, ответ да. Дальше. Шестая позиция. Это отшельник. По отшельнику это ответ да. Но отшельник говорит о том, что все-таки вам нужно много чего. То есть реально проанализировать, подумать. И, скорее всего, то, о чем вы спрашиваете, оно достижимо. Вы можете это получить. Ну, потому что ответ да. Но каким-то другим способом. Не так, как вы сами себе это представляете. То есть здесь нужно продумывание и анализ. И, возможно, продумывание шагов для того, чтобы получить то, о чем вы спрашиваете. То есть получение этого вполне вероятно, но не без вашего участия. Самое главное в данном случае это мыслительный процесс. Вполне возможно, что вам для получения желаемого нужно выстроить свои мысли. Именно, как я вас учу, да. А учу я чаще всего. В каждом видео. А также в курсе обучения искусства предсказаний. На мастер-классах. Именно так, чтобы ваше желаемое, то, о чем вы спрашиваете, пришло в саму вашу жизнь. Неважно, будь то отношения, или финансы, или что-то еще. Для этого, конечно же, нужно правильно, в первую очередь, выстроить свои мысли. То есть, с одной стороны, это должна быть полная уверенность в том, что вы однозначно этого достойны. Того, о чем спрашиваете. Это первый момент. Второй момент. Это полная уверенность в том, что вы реально это получите. Ну и третий момент. Это отпусти. Отпусти. То есть, будет хорошо, не будет еще лучше. Значит, будет еще что-то лучшее в вашей жизни. Хочу очень вам карту показать. Карта такая красивая. Вообще-то колода бесподобная. Так что подумайте. Тут нужно выстраивать именно анализ ситуации и выстраивание не событий, а выстраивание мыслей. А на основании выстраивания ваших мыслей выстраиваться определенным образом событий и ситуаций в вашей жизни. Дальше, седьмая позиция, девочки. И это у нас старший аркан справедливости. Старший аркан справедливости говорит о том, что все будет по справедливости. По справедливости это ответ да на ваш вопрос, но при этом, если это справедливо. Причем справедливо не только в отношении вас, но и справедливо в отношении всех других людей. И всегда все, что вы спрашиваете, все, что вы загадываете, должно быть благоприятно или во благо всех людей и всей Вселенной. То есть для вас. Помните, как, ну, если смотрите мои видео постоянно, да, я всегда учу, что все, что вы загадываете, нужно всегда говорить. Пусть это исполнится во благо меня, всех людей, всей Вселенной. То есть благо нужно желать всем. И если ваш вопрос затрагивает кого-то, да, то есть какого-то другого человека, и ему это не во благо, то тогда ответ для вас будет нет. Если же то, что вы загадали, ваш вопрос во благо всем, то, соответственно, ответ будет да. По поводу блага другим людям. Здесь вы не можете быть на 100% уверенными, что это будет во благо какого-то человека, если вы загадываете вопрос в отношении кого-то другого. Потому что у другого человека свои желания. И не факт, что для этого человека то, что вам хочется, будет во благо. Вот с этой точки зрения продумайте свой вопрос. Потому что, может быть, вам только это кажется. Очень часто, я вам простой пример приведу. Очень часто так бывает, что мамы, заботясь о своих взрослых детях, о дочерях, о сыновьях, желают, например, чтобы сын жениться. А он не хочет жениться. Он не хочет жениться. И вполне, то есть, и тут идет, да, разрез, то есть, сын жениться не хочет. Ему и так хорошо. Это его жизнь. Поэтому не загадывайте вопрос, не задавайте вопросы или желания, касающиеся других людей. Или вот недавно девушка обращалась ко мне с вопросом, скоро ли у меня будут внуки. И очень расстраиваться от того, что внуков нет. Ну, а ее дети не хотят, то есть, у нее сын женат, но они не хотят детей. Каждому свое. Поэтому не загадывайте, не просите о том, чтобы, о том, что касается других людей. Потому что, даже если это ваш родной человек, то это его жизнь. И он вправе ей распоряжаться так, как ему хочется или ей хочется. Восьмая позиция. Это королева мечей. Королева мечей говорит о том, что, в принципе, вопрос может быть и да, и нет. Больше, конечно, вопрос да, потому что королева мечей это какое-то решение. То есть, я хочу сказать, что для того, чтобы ваш вопрос решился положительно, то есть, именно был ответ да, вам нужно принять решение. Это один момент. Второй момент. Очень многогранный образ, конечно, королевы мечей. Второй момент. постарайтесь, то есть, ваш вопрос касается, скорее всего, какой-то женщины. И постарайтесь эту женщину простить. Станьте мягче. Если вопрос касается, может быть, каких-то личных взаимоотношений с родными, близкими, людьми, может быть, отношений в коллективе, может быть, отношений с начальницей. Просто внутренне ее простите. Пожелайте ей добра. Есть у меня видео, где я рассказываю трех волшебных словах. прости, прощаю и благодарю. Вот. То есть, как бы, сами попросите прощения и простите эту женщину, кем бы она для вас не являлась. Дальше. Перестаньте сами быть. Особенно, если ваш вопрос касается каких-то отношений. может быть, отношений с мужчиной. Перестаньте быть колючей, перестаньте быть снежной королевой. И тогда ответ для вас тоже будет да. Вот. Ну, то есть, основное вот здесь для всех, кто загадал восьмую позицию, да, это, во-первых, принять решение, во-вторых, простить и поблагодарить и раскрыться. Что касается отношений с мужчиной, если ваш вопрос был об этом, то смотрите, девочки, ведь очень важно, да, вот это в статье я пишу, не просто быть холодной. Да, иногда стоит побыть и холодной, и где-то, может быть, даже колючей. но вы всегда должны быть наполнены счастьем, радостью и удовольствием. Всегда, сто процентов, даже когда разговариваете по телефону или пишите сообщение мужчине, ваши глаза должны светиться от счастья и любви к нему. особенно, когда вы рядом, смотрите на него, как на героя, смотрите на него влюбленными глазами, но при этом постоянно убегаете, пропадаете, чтобы он постоянно вас добивался. То есть, да, здесь вот такая грань, с одной стороны, вы всегда смотрите на него влюбленными глазами, вы всегда ему говорите, милый, дорогой, любимый, как же я тебя люблю, ты самая драгоценная, что есть в моей жизни. Но при этом постоянно пропадаете и убегаете. То есть, тут не надо путать, не нужно быть все время холодным. Когда вы холодны, мужчина не будет добиваться. То есть, здесь нужно иметь четкое понимание и грань. То есть, с одной стороны, в нем не растворяться, то есть, да, вы показываете ему, что вы его любите. Вы смотрите на него влюбленными глазами, как на героя. Но при этом вы самостоятельны и независимы. И показываете ему в то же время, что вы прекрасно можете и без него. Вот я о чем. Ну и последняя, девятая позиция, девочки. это у нас рыцарь. Да, вот здесь получается был паш. Кубков, а это рыцарь кубков у нас. И рыцарь кубков, девочки, говорит о том, что да, ответ да, однозначно. и то, о чем вы спрашивали, как-то получите вы тоже через какого-то светленького мужчину. Мужчина светлый шатен с голубыми или зелеными глазами. Ну, в данном случае по рыцарю может быть вам ровесник или немножечко младший, года на 2-3. Вот, это может быть предложение по работе, это может быть предложение по финансам, ну, какое-то предложение от него, может быть предложение руки и сердца вполне. Вот, может быть какое-то другое еще предложение, но в любом случае, то, о чем вы спрашивали, перейдет через какого-то мужчину, причем очень быстро. Поэтому вот здесь по рыцарю, конечно же, ответ будет именно да. Ну, и теперь в конце видео, девочки, конечно, уже в ответ на вопрос я вам карту выкладывать не буду, потому что все ответы на вопросы вы получили в сегодняшнем предсказании очень точно. Также, девочки, приглашаю вас на обучение искусству предсказаний. Ссылочка на обучение снизу в описании на моем первом комментарии, здесь в чате самое верхнее сообщение с синеньким окошечки. у меня есть разные форматы обучения, это есть и курс обучения искусства предсказаний, это и мастер-классы, то есть, в принципе, обучение всем абсолютно подойдет. Поэтому переходите на главную страницу, там вы найдете не только обучение, но и много интересного. Поэтому переходите по ссылочке, которая есть в описании, в первом комментарии, вот здесь в чате вверху. В самом верху пролистайте чат вверх, найдете для себя действительно реально много интересного. Также скоро будет вебинар. Я уже начала готовиться к вебинару, пока еще рекламы не было, но тем не менее начала уже готовиться к вебинару, так что скоро для вас будет бесплатный вебинар. Ну и теперь карта на исполнение всех наших желаний. Естественно, девочки, для всех, кто подписался или уже подписан на мой канал и поставили лайк под этим видео. Итак, это карта, ой, девочки, седна, неограниченные поставки. Седна говорит о том, что вы полностью обеспечены на сегодня и все последующие дни. С чем я вас и поздравляю. На этом, дорогие мои девочки, от всей души искренне желаю вам всем счастья, радости, удачи, удовольствия, всего-всего вам самого наилучшего. С вами была Алена Ариес. До скорых встреч в новых видео. Пока-пока. Пока-пока.